Приветствую вас, и думаю проблема откроется в том, что вы лично категорично подошли к вопросу отношений с ней с девушкой с этой, потому что если она замеростала, значит ее что-то не устраивает и если она предлагает вам дружить, то это жест доброй воли, на который вам в принципе можно и нужно приглашаться. Другое дело, что вы по какой-то причине не признаете тому факту, что ее причина, которую она назвала в качестве обстоятельства вашего отставания может быть простой причиной и не более того. А в действительности человек может быть просто переходил, или понял, что вы не его и все. И в этой ситуации совершенно непонятно, на что вы обижаетесь. То есть вот причина вашей обиды. Обида это, когда человек не понимает, собственно говоря, что произошло в его отношениях. почему другие люди относятся к нему определенным образом и проецируют это на себя. то, что сделали вы, вы проецировали отношение девушки и ее решение на себя, но при этом не подумали о том, что может быть просто ее не устроило что-то вас. И именно поэтому она и решила с вами расстаться. Снится она вам потому, что вы тогда споры не поняли, причины ее поведения. Вы не удовлетворены причиной, потому что она вам кажется несерьезной, недостаточно важной и так далее. И вы, наверное, хотите данную ситуацию прояснить. А как вы можете прояснить эту ситуацию? Только общаясь с ней, только со ста с ее другом, вы сможете выяснить, по каким причинам человек поступил именно так, а не иначе. А до тех пор, пока вы не разговариваете, у вас неравершенные отношения. И эта неравершенность и проявляется у вас во сне. Значит, чтобы она стала для вас обычной, чтобы вы перестали выделять ее, ну и начать разговаривать и принять то, что она готова вам дать. То есть, дружба. И если она по какой-то причине увидит, что вы вновь ее интересуете как мужчина, она, думаю, будет готова с вами вступить в отношения опять. Но для этого нужно иметь какую-то основу, фундамент. А для этого необходимо дружить. Дальше. Вы пишите, что у вас нет согласия с тем, что она предлагает вам дружить. Этот момент точно не совсем понятен. Почему вы не соглашаетесь на предложение человека? Предложение вполне нормальное, вполне естественное, цивилизованное, взрослое. А если вам неприятно, если вы к ней еще испытываете какие-то чувства, то может быть. Но вы не пишете, что любите ее. Вы не пишете, что у вас нет страсти. Если так, то тогда, конечно, с ней, друзья, не стоит, ибо вы просто не сможете этого сделать. Но тогда, опять-таки, нужно работать с вашей обидой. А вот обида, это корень того, почему она снится вам постоянно. И до тех пор, пока вы держите обиду в себе, вам будет проблема. Поэтому я рекомендую вам выбрать эксперта на нашем ресурсе и проработать с ним именно конкретно свою обиду. То есть, что вам обидно, почему, и что именно, как мое наполнение, вы придаете этой обиде. Скорее всего, здесь кроется в вашей неуверенной себе, так как вы пишете, что не были опытны в отношениях. И вот эта вот неопытность ей не дает особе знать в обиде. То есть, вам кажется, что, может быть, у вас отношений с девочками больше не будет, или что, может быть, она единственная была, кто вас оценила, да, кто принадлежал на вас мужчину и так далее. Если так, то нужно развивать в себе мышки и качества, не дать пока девушкам, значит, обратить на вас внимание, а стараться самому как-то завоевывать, проявлять себя, воспитывать в себе те качества, которые были бы интересны девушкам, и тогда у вас не будет возникать таких обид, потому что, если кто-то скажет вам, что расстается с вами, то вы про себя решите, что, ну, решил и решил, расстал и зарастал, вы все равно один не останетесь. А все это вы, наверное, все-таки боитесь от вас один, и при этом у вас вот обида не дает вам жить дальше. Тогда как перед девушкой вы выглядите, на самом деле, не очень хорошо, потому что она, как грозный человек, предлагает вам дружить, а вы этого не принимаете из-за обиды. То есть, если вы хотите выглядеть перед ней серьезно, перед ней достойно, то стоит принять ее дружить, потому что, ну, в противном случае, она, если хоть как-то у вас стало, у вас какая-то симпатия у нее была, то и она исчезнет, если вы не будете вести себя как дружок. Что касается запрета, то, ну, не стоит запрещать что-либо любимым людям, если они этого хотят, если вы видите, что человек действительно хочет этого, то запрещать им не надо, потому что таким образом человек ощущает не свободу, а от ней свободы хочется избавиться всегда. Поэтому данная рекомендация тоже для вас будет, наверное, актуальна. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.